Мама пострадавшего мальчика попросила не показывать ее лица. Юлия сейчас на последних месяцах беременности и очень переживает. В субботу, когда ее сын шел в школу, на него накинулся доберман. Пес гулял с хозяйкой, был на поводке, но без намордника. Укус пришелся ниже пояса. Врачи обработали рану, ребенка оставили в больнице до начала следующей недели. Ребенок очень психологически, психически, конечно, страдал. В шоке находился. Сейчас хоть он говорит, что все нормально, но первый день я просто его не узнавала. Он был в таком шоке, он не мог говорить. Мальчик сейчас чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. К сожалению, побеседовать с ребенком не получилось. Но, по рассказам мамы, хозяйка добермана и не пыталась помочь ребенку. Неохотно владельца собаки разговаривала и с нами, только по телефону. Родители пострадавшего мальчика написали заявление в полицию. По словам 28-летней хозяйки агрессивной собаки, она тоже дала свое объяснение правоохранителям. По закону о защите и содержании домашних питомцев, собаки в общественных местах должны быть в намордниках и на поводках. Сейчас законотворцы составляют список потенциально опасных пород. Всего в нем около 70 пунктов. И питбуль с доберманом в этот список тоже входит. Существует несколько видов намордников. Все они не позволяют собаке широко открывать пасть. Что касается поводка, он должен быть коротким. В Барнауле, по заверению кинологов, закон о содержании соблюдает только половина собачников. Как правило, это хозяева воспитанных социализированных животных, которые и без всей амуниции не принесут вреда прохожим. Если человек заводит себе какую-то, ну вот это словосочетание, серьезную собаку, то есть собаку служебной породы, которая может быть к человеку агрессивной, то я считаю, что стоит обратиться к специалисту, может быть, если он не хочет проходить курс диссировки, чтобы хотя бы ему объяснили какие-то базовые вещи. Потому что без этого, естественно, винить собаку потом бессмысленно. Потому что это животное, и только мы можем ему объяснить правила. Теперь хозяйку добермана ждет судебное разбирательство. Она заплатит штраф. Родители пострадавшего мальчика намерены получить компенсацию за моральный ущерб. По их словам, от владелица собаки они не услышали даже извинений. Дарья Демилер, Николай Шелко. Наши новости.